Братья и сестры, утренняя молитва, сегодня 31-й у нас число уже, июля. Спасибо тебе, Господь. Слава Иисусу Христу, слава навеки, в веки, в веки, Богу Святому. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу. Приветствую всех, братья и сестры в эфире прямом, кто подключается, кто подключился уже на Ютубе, на Фейсбук, параллельно идет трансляция. Вчера был семинар вечером, уже поздно я вернулся, и очень Богу благодарен за этот семинар. Хотя не так много людей пришло, но, знаете, вот атмосфера такая очень хорошая была на семинаре, и я думаю, что те, кто пришли, как раз они вот очень, ну, для себя взяли важное и нужное самое. И это замечательно. Я сегодня постараюсь все уже выложить уже на Ютуб сюда, на свой канал, и пусть Бог благоставит нас всех. Сегодня утром просто благодарю Бога за этот семинар, благодарю Бога вообще за служение, вот, которым Бог призвал, и благодарю Бога, и за семью свою, за жизнь, за все, за все. Как вот в той... Большинство, ну, еврейских молитв начинаются такими словами. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной. Баруха Та, Дунай, Вилогену, Мелеха Улам. И вот такими словами я, как раз, и начинаю сегодня утреннюю эту молитву. Да и в православной традиции, которая взята была с иудейской в свое время, в древности, еще в раннее средневековье, тоже вот эта вот формула, она, ну, близкая есть. Тоже обычно большинство служений и священник начинают словами. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, и во веки веков. А-а-а-минь, хор поет, а-а-минь. Потом, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истинный. И дальше идет вот это вот такое... Да, а картинкой взял, в интернете, на ютубе попалось мне, нужно носить солнце в себе. Там котик такой красивый, и, значит, жмурится его, значит, солнце в себе носить. Значит, из Писания хочу взять текст сегодня на этой молитве из Нового Завета, как раз говорящий, что Бог должен жить в нас, именно Христос в нас. Вот, кстати, вчера на семинаре я об истории христианства, потом свидетельствовал тоже и о своей жизни, о пути к Господу, о пути с Господом, даже точнее сказать. Вот. Вот. И также, уже так, к концу семинара, как раз поделился немного Словом Божьим, вот, как раз о том, что Христос в нас, Бог в нас поселяется, сущий Бог поселяется в человеке. Это самое прекрасное переживание, которое может быть вообще на планете, самое прекрасное переживание, которое может быть только во Вселенной вообще всей. Потому что Он, Царь Вселенной, Бог, Богов, Господь Господствующих, Тот, кого небо и земля не может вместить, Он вмещается в сердце человеческом. Это потрясающе. Это чудо просто. Это чудо. И перед тем, как сейчас помолимся, вот, хочу зачесть этот текст из Писания из послания Колоссянам, Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Колоссянам, некоторые говорят, некоторые Колоссянам. Послание Колоссянам, 1, 27. 27 стих написано, которым благоволил, то есть, ну, для всех там, евреев, неевреев, там, и по контексту имеется в виду, что и язычникам Бог тоже благоволил показать эту тайну, сокрытую от язычников, но явную уже. Потому что эта тайна была такая, открыта в древности, до пришествия Христа, до того, как Машиах пришел, только в еврейском народе. И то было больше вопросов, чем ответов, но тайна была ей открыта. Иудеям. Даже Иисус сказал, ибо спасение от иудеев, на самом деле. Вот. И всем другим народам эта тайна была закрыта. Нет, конечно, если из других народов каких-то, как вот, не знаю, Руфь, там, Мавитянка, ну, мало ли, там, такие другие примеры, когда из разных народов обращались люди к Богу Израиля, то эта тайна, она приоткрывалась, конечно, но так массово, как произошло уже вот во времена Новозаветной, да, такого не происходило никогда вообще. Вот. И Павел пишет здесь, Холоссянам 1,27, «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей». Для язычников тайну открыл. Какую? «Которой есть Христос вас упование славы». И дальше там говорится, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенно во Христе Иисусе. Для чего?» 29 стих, уже завершающий этой главы, он говорит, «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу его, действующую во мне могущественно». Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя. «Благодарю тебе, Господь, за эту тайну открытую, Боже, ныне для всех и вся. Тайну, которая два тысячелетия уже раскрывается в народах, племенах, на всех континентах, во всех странах. Тайна, которая раскрывается сегодня с невиданной, невероятной силой, Господь Боже, через различные средства массовой информации, через интернет. Господь, спасибо тебе, Боже, за интернет, спасибо тебе, Господь Боже, за вот эти вот гаджеты, за эту возможность, Боже, действительно, Слово Твое распространять по всем странам и всем континентам. Боже, с невероятной силой, Боже, прогрессий. Слава тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Слава тебе, Царю небесный, Утешитель, Дух истины, Ты, что везде пребываешь И все собой наполняешь Сокровищница благ И жизни подателю Ты пришел И вселился в нас Аллилуйя И очистил нас От всякой скверны И ты спас благой Души наши Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Слава тебе, Свят, 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 Господь Бог всемогущий, Свят, 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 Господь Бог всемогущий, Всесильный и Святой, Слава тебе, Господь, Боже, благодарю Тебя этим мудрым, Господь, восхваляю имя Твое, Господь. Восхищаюсь, Боже, Тобой, восхищаюсь Твоим именем святым, Господь, слава Тебе. О, Аллилуйя, Ты тот, кто был, есть и грядешь, Боже, тот, кто раскрывался, Боже, в истории людства, Боже, в истории человеческого рода, Господь, тот, кто раскрываешься более и более, и тот, кто раскроешься еще, Боже, в вечности, слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь Вселенной, благословен Господь, Бог Аврама, Исаака, Якова, Бог патриархов, пророков, Отец наш, Отец наш, Отец, Отец, Папа, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство, ибо Твое, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Нет других сил, других царств. Боже, другой славы. О, вся слава Тебе, Господь, слава Тебе. Боже, благослови, Господи, этим мудрым сегодня всех нас. Аллилуйя. Благослови, кто подключается сейчас, Боже, подключился в прямом эфире, или потом в записи, кто будет смотреть эти записи с утренних молитв. Боже, благословляю, моих братьев и сестер. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И снова читаю из послания к Оласянам 1 глава с 27 стиха, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, для всех, для Гаим, для всех, для Гаим это значит для всех народов, для всех-всех-всех народов племен, всех наречиев. Сегодня действительно для всех народов. Я даже думаю, Рясу, вот это Рясу модернизировал здесь, вышиваночку такую пришил. А там значит, короче, в Гнидоне еще, в Гнидоне, село здесь недалеко, в Гнидон, за Бортничьими, там, за Киевом. Вот, значит, и, значит, там гостил я у моих друзей, и они там, вот, рубашки были, ну, как, юношеские вот эти рубашки, у них двое мальчиков. Вот, и, значит, они обтрепаны здесь, обтерты были, значит, там уже, как бы, значит, ну, уже выкидывали их. И лежали вот в стопке белья, которые на выброс. И вижу, две вышиваночки такие лежат. Говорю, а можно взять хозяйке? Она говорит, ну, возьмите, если нужно. А зачем? Я говорю, у меня идея есть. Я взял, вооружился лезвием, и, значит, и от вышиваночки, они тканые, мне так понравились. Я их отпорол, вот, аккуратненько сидел, молился, молюсь. А сам думаю, я до конца не понимал, куда я их приспособлю эти, от вышиванок эти все. Но я молился, и их было две. Одну я, значит, вот на эту, на белую, а другую на красную. Кстати, сейчас я вот даже красную покажу даже. Она здесь у меня. Я вот с собой, в этот раз тоже, я обычно с собой беру, как раз. Вот, вот, а другую красную, думаю, о, и одна у меня пошла сюда, на красную вот, рясу такую, потом нашил. А вторую, а синюю такую, на вот, на белую. И, знаете, молюсь тоже, была молитва об Украине, молитва за Киев. Вот, и это как раз такое непростое время было, тоже для Украины, для Киева, да и сейчас, в общем-то, непростое. Но, знаете, вот была молитва такая, молитва в духе сильная. И вот, и я это все делал, потом и пришивал своим этим, значит, рясом. Что ж, шить могу. Вот, лучшие портные в мире, это мы, евреи. Вот, как бы, насчет, поэтому, даже если ты не портной, а если ты еврей, ты уже, руки где надо у тебя, и ты можешь шить. Это я по себе знаю. Вот, и пришил, да, пришил, и вот, и особенно стал молиться, как раз. Для меня это как молитвенная моя вот такая вот, память молитвенная. Вот, и молюсь сегодня тоже об Украине. Вот, и насчет новой рясы тоже, думаю, еще тоже такую либо, ну, рясу такую пошить простую. Вот, самую такую дешевую, простую, значит, а на нее нашить разного рода флаги. Вот, если получится, ну, всех стран такие только. Вадик пишет, доброе утро, Бессараб, аллилуйя, брат, аллилуйя, доброе утро, да. Вот, все флаги стран, всех в мире, какие существуют страны, чтобы все флаги были, ну, конечно, израильской первую очередь, конечно, вот, значит, и, значит, Израиль и Иерусалима, конечно, это будут, у меня, здесь будут эти флаги. И потом все остальные флаги всего мира. Вот, вот, и текст, вот, как раз этот меня вдохновляет к этому, я перечитываю, когда его часто вспоминаю его на проповедях, если кто бывал на моих проповедях, на общениях, те знают, да, что я часто, вот, в последние годы вспоминаю этот текст из Писания, это об этой тайне говорю, раскрытой всем народом сегодня. Какая тайна? Христос вас, упование славы. Аллилуйя. Христос вас, упование славы. Вадик, мы сейчас читаем, сейчас, из Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Христос вас, упование славы. И дальше написано, уже 28-29 стихи, которого мы проповедуем. Не только вот те апостолы проповедовали, сегодня мы, христиане, независимо от нашей конфессии, динаминации, сегодня мы об этом тоже проповедуем. Это, собственно, и этим утром сегодня это слово я говорю вам сегодня всегда. Напоминаю, о, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенном во Христе Иисусе. Аллилуйя. Представляете, какая мощь. О, Бог ведь хочет, и как Павел писал, помните, к Тимофею, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. Все люди спаслись и достигли познания истины. Это мечта Бога. Это, можно выразиться так, две мечты, но которые, по сути, об одном. Чтобы все люди спаслись и, получается, будучи спасенными, да, достигли познания истины. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. А дальше там потом Тимофей, он же пишет дальше. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками. В пятом стихе уже, да, второй главы той. И человек Христос Иисус, потом он в шестом стихе пишет, предавший себя для искупления всех. Аллилуйя. Аллилуйя. А здесь он так вот, потом в двадцать восьмом стихе потрясающе. Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Аллилуйя. То есть Бог хочет, представьте, каждого человека на этой планете представить совершенным, видеть совершенным во Христе Иисусе. Аллилуйя. Для чего, пишет Павел, я и дружусь, и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно. О, спасибо, Павел, спасибо за это послание, спасибо, спасибо, Господи, за Павла, спасибо за вдохновение это от Духа Святаго. И сегодня то же самое, что Павел говорил тогда, 20 лет назад, сегодня говорим мы, это христиане, сегодня мы наполняясь Духом Святым, Божественным, благовествуя Евангелие, благовествование Христово, сегодня мы то же самое повторяем вслед за Павлом, для чего я, Сергей Журавлев, Вадик Басараб, кто еще подключился, для чего я, скажите, да, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу его, не своей силой подвязаюсь. Это все, не что, его силою подвязаюсь, действующие во мне могущественно. Аллилуйя, 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 спасибо тебе, Господь, одно из самых таких мощных, зажигающих мест из Писания. Аллилуйя, вот и конец 27 стиха хочу выделить особо сегодня, вот в этом, в этот утренний час, в этой утренней молитве. Христос в вас, упование славы, аллилуйя, 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 спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, за все Божие, за это доброе утро, спасибо за братьев, сестер, благослови, Господь Божий, сила Твоя действует могущественно в нас, сила Твоя, Духа Святаго, потому что мы подвязаемся силою Твоею, подвязаемся, ну это слово, оно сейчас забытое, вот как бы малоупотребляемое вообще, старое, такое древнее слово. Значит, подпоясываться, есть слово распоясываться, да, вот распоясываться, значит, расслабился, да, значит, как бы, а если подпоясываться, когда работали, то подпоясывались, когда, ну, приходил, ну, отдых, время отдыха, тихий час, там, не знаю, какой там, или выходной, то распоясывались, вот, значит, то есть, ну, все, распоясывался, говорят, да. Иисус, когда он встал с вечери, чтобы послужить ученикам своим, помыть им ноги, он подпоясался. И вот подвязаться, это то же самое, что подпоясаться для труда определенного. И как мы на труд готовы вообще Христов, его силою, не своей силой, действующей в нас, как он пишет, во мне, но в нас, верующих, могущественно, аллилуйя. Нет ничего более могущественного того момента, когда мы действительно благовествуем Евангелие, благовествование, Евангелие Иисуса Христа, погибающему миру. Аллилуйя. Потому что Бог хочет всякого человека представить себя совершенным во Христе и Иисусе. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Боже, благослови, Господь, нас. Благослови всех напоминающих о тебе, Господь, чтобы не умолкали, но подвязали силою Твоею, могущественно действующую в нас, верующих, через нас. В этом деле благовествование, Боже, когда мы исполняем волю Твою, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе и Иисусе. Слава тебе, Господь. Боже, и величайшая тайна, это Ты, живущий в нас. Христос в нас. Божий Дух Святой Твой в нас. Твоя сила, могущественно действующая через нас, она в нас и через нас. Слава тебе, Господь. Боже, благословен Ты, Царь наш. Благословен Господь. Аминь, аминь, аминь. Братики, сестрички, дорогие друзья, давайте совершим причастие Евхаристию Божественную, хлебопреломление. Давайте совершим. Призываю вас к этому сейчас. Возьмите себе хлеба. Вот. Какой есть хлеб у вас. Вот. У меня еще вот даже от хала осталось. Вот. От субботней. Шаббатной хала моей. И немного сока. Если у вас нет ни сока, ни вина, то возьмите себе, значит, ну, просто воды даже налейте. Вот я вот рекомендую даже. И у себя в церкви тоже сока раз говорил. Вот. Совершайте причастие, как можно чаще. Ну, хотя бы раз в день, хотя бы раз в день. А лучше даже не раз в день, значит. Утром, там, в обед, вечером. Я обычно беру немного воды, немного хлеба, там, даже сухарик, например, женой беру. Я помолился, благоставил Бога. Съел, выпил этой воды и знаю, что это тело и кровь Иисуса Христа. Потому что евхаристия божественная, она совершается, конечно, здесь. Даже если я не ем, ничего не пью, значит, но я размышляю о теле и крови Христа. Это то же самое. Причастие. Потому что причастие совершается здесь и здесь. Рассуждение наше о теле и крови Иисуса Христа. Но я заметил, когда вот именно действительно совершаешь евхаристию, именно берешь хлеб, вино, значит, там, или вот сок, значит, в этом случае, там, и хлеб. Вот размышляешь, молишься, то особое происходит вообще. Ну, не знаю, трансформация какая-то происходит внутренняя. Вообще вот эта вот перестройка какая-то происходит вообще. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. В этом действительно великая тайна. Иисус после вечера, встав, когда уже все было съедено, выпито, уже на пасхальном том, значит, после этого ужина ничего не осталось уже. Ну, там, ну, как минимум 13 голодных мужиков, они там этого барашка уговорили за ужином. Значит, хлеб весь съели. Значит, остался последний кусочек хлеба, там, афикоман пресного этого. Вот, значит, и последний бокал остался, вина, потому что все уже выпили. Там четыре бокала наливалось, тосты произносились. Каждый бокал, он на пасхальном, каждая чаша, да, поднятая на пасхальном этом ужине, седере, тайной вечерей, мы говорим. То есть, самый, имею в виду, последний тайной вечерей Ветхого Завета и уже первой вечерей Нового Завета. Вот, и каждый бокал, он что-то означал. Это по книге Исход, шестая глава, шестой, седьмой, восьмой, там, где-то стихи. Вот, значит, первая чаша, напоминаю, что на пасхальном банкете поднималась, распорядителем, допустим, да, Тамадой, как бы, по-нашему, вот, который говорил тоже из Писания, как раз о Великом Исходе. Вот, значит, о Пасхе, собственно. Вот, первая чаша поднималась всегда, да и сейчас поднимается, в принципе, что мы вышли из Египта, да, мы не рабы. Вторая чаша, что рабы не мы, да, что, значит, рабство вышло из нас, Египет вышел из нас. Первая чаша, что мы вышли из Египта, вторая, что Египет вышел из нас. Третья чаша, напоминаю вам, я более подробно в семинарах об этом рассказываю, но сейчас вкратце хотел бы напомнить перед причастием. Третья чаша, о чудесах и знамениях мы пьем ее. Когда мы совершаем пасхальный седр, вот, на Пасху, даст Бог, следующего уже, 5779 года, или же 2019, получается, уже, даст Бог, на Пасху, на полнолуние Ниссана, снова совершим пасхальный седр. Вот, значит, будем возлежать, значит, снова будем есть много мяса, хлеба, горькие травы, значит, и вспоминать Великий Исход. Вот, и наша Пасха, это сам Иешуа Машиах, это сам Иисус Христос, это потрясающее переживание, это потрясающе. Вот, и благодарю Бога, что каждое причастие, каждый день у нас Пасха, у нас Пасха каждый день, потому что Христос в нас, потому что сегодня Христос в этом хлебопреломлении с нами и в нас пребывает. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И вот, третья чаша, это о чудесах и знамениях Божьих. Потом опять едим мясо, все это, хлеб, все. И потом четвертая чаша, это Бога усыновления, это дарование Торы, это уже даже не совсем Пасха, как бы календарная, это уже вспоминается календарная уже Пятидесятница, шивот, дарование Торы, дарование заповедей, дарование Духа Святаго. Мы говорим также из деяний апостольских, из посланий апостольских. Но пятая чаша до Иисуса, она не поднималась никогда. Она так и оставалась на пасхальном столе. Вот, и после вечера то, что Иисус совершил, это была революция настоящая. Потому что все знали, что пятую чашу должен поднять лишь Машиах однажды. И свое царство, государство, свое королевство объявить открытым. Вот, во времена второго храма это был бокал Машиаха. В современном талмудическом, уже времена иудаизма, трансформированного, эту чашу стали называть бокалом Ильяху, Ильи Пророка. Но опять-таки, даже по мнению современных иудеев, раббинов, что Илья, подняв эту чашу, он должен не свое королевство объявить открытым, а опять-таки Машиаха, царство открытым. Вот, и представьте, то есть по-любому это царство Машиаха, означает пятой чаши. Вот, кто бы и не поднимал. Но во времена второго храма была вера в то, что сам Машиах должен на чашу подняться. Представьте, и Шуа никогда не поднимал эту чашу, значит, до того, и вдруг на последнем пасхальном ужине он поднимает эту чашу, поднимает бокал этот. И царство свое объявляет открытым и говорит, сия есть кровь Моя нового завета, новый завет, бритха даша, новый договор, который проливается за всех вас. О, спасибо тебе, Господь. А хлеб все, это, говорит, тело Мое, ломимое за вас. Сие творите в Мое воспоминание. И вот мы, рассуждая о теле и крови Иисуса Христа, благодарим Бога всемогущего за жизнь. Слава тебе. Благослови нас, Господь Божий, и дары синий. И сотвори, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь. 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 Тело Христово примите, дамы и господа, братья и сестры. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, братья. Аллилуйя. 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 Слава тебе, Господь. О, спасибо тебе, Господь. Христос в нас. Упование славы. Ты в нас. А мы в тебе. Спасибо тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, за прощенье грехов. За исцеленье мое, благословенье Твое. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. За все, за все, за все я благодарю. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, за все я благодарю. За все, за все, за все, за все, за все я благодарю. За жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. За исцеленье Твое, за спасенье Твое. Благодарю тебя, благословение Твое. Спасибо, спасибо, спасибо Братья, слушайте, Христос в вас Христос в нас, скажем, Христос во мне Упование славы Христос во мне, упование славы Павел пишет, чтобы верующие принимали Христа в сердце свое Он не писал там к атеистам, он писал к уже уверовавшим И он там еще в другом месте писания Сегодня хочу еще прочесть здесь Галатам, еще Галатам Здесь он пишет, 4 глава, 19 стих Он пишет, дети мои, Галатам пишет Обличая их, он их вразумлял Пытался призывать к здравому смыслу К евангельскому такому учению, вернуться вновь И дальше он восклицает, 4, 19 Галатам Он пишет, дети мои, говорит Но он не физический отец, но духовный отец Духовный отец Он не просто пастор, не просто служитель Не просто епископ, не просто администратор хороший Не просто наблюститель, не, ну, ну, ну Он отец Он отец, он даже говорил, что хотя много наставников, но мало отцов Он был действительно, к нему, он не просто там отец Павел И ходил там нос к вверху, не, не, он был действительно отцом И он говорит, дети мои Но так же и в этом, как бы, послании неба Как будто бы сам Бог говорит через него Дети мои Для которых я снова в муках рождения Доколе не изобразится в вас Христос Доколе не изобразится в вас Христос Эти люди были уже верующие Они принимали Христа Они молились, они принимали Иисуса Они знали Бога, они познавали Его Да, конечно, были проблемы Они уклонились во всяком родном заблуждении и прочее Но они знали Бога Но Павел, он говорит, что чтобы снова изобразился в вас Христос И поэтому я сейчас хочу сказать Никому не в обиду Но если вы как верующий человек Может, давно уже верующий Но вот этот образ Христа в вас потускнел Пусть Отец сейчас совершит это чудо Своим перстом, своей любовью, своим Духом Святым Чтобы изобразился вновь в вас Христос Господь снова, он в муках, как будто бы рождение В муках снова рождение Хотя он однажды пострадал и Две тысячи лет назад Но он вновь, как будто бы в муках рождение Чтобы изобразился в вас Христос Аллилуйя Благоставляю вас Благоставляю во имя Иисуса Христа Братья и сестрички, дорогие друзья Благоставляю Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь, 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 аминь Это время в уединении с ним Потому что молитва, даже если она в трансляции Так вот, это все равно Это на людях молитва Индивидуально, один на один с ним побудьте Сейчас поразмышляйте, поговорите И скажите, пусть Господь Твоим Духом Святым изобразится во мне Христос Изобразится во мне Как вот, знаете, вот как вот образ Я художник сам по специальности своей, до церковной Моей специальности я художник Художник-оформитель, занимался пейзажем, живописью Иногда приходилось восстанавливать Некоторые старые работы Ну как, я не реставратор Есть люди, которые этому посвящают вообще свою жизнь Но приходилось тоже снимать какие-то там Вот эти записи Учился я тоже немного реставрации И знаете ли, так приятно, когда, допустим Вот та же самая икона старинная там Она, ну как старинная, ну старая, допустим Она повреждена была, значит, там заляпана И когда вот все это снимаешь Это заляпость, это грязь, там что-то еще Там все, всякие наслоения И вот изображается вновь Образ он является Христос вас Ну пусть он изобразится вас Больше и больше отобразится И как, знаете, как раскроется Пусть все то, что налеплено на иконе вашего сердца Как бы оно будет убрано Вычищено И как бы будет обновление вот этого Икона Это не просто вот изображено здесь или здесь что-то Нет, оно внутри нас изображается Внутри нас отображается, нашего сердца Аллилуйя, спасибо тебе, Господь Благоставляю вас, братья и сестры Благоставляю, благоставляю Побудьте сейчас с Господом Поразмышляйте, помолитесь Поблагодарите Бога за все Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе, Господь, спасибо